очередное письмо на ресурсе донбасс сегодня во время обстрела больницы в донецке осколок прошил машину ногу мамы и чуть не попал у младенца но прежде чем продолжить хочу напомнить что ваш лайк или комментарий под видео или репост будут продвигать не только это видео но и весь канал в целом невзирая на все препоны и запреты ютуба только при вашем активном участии в том числе и финансовом у этого канала и есть будущее спасибо за понимание помню как мы спускались по этой заваленной лестнице в подвал и я каким-то чудом дозвонилась своей дочери говорю даша по моему нам все ощущение было такое что мы уже отсюда не выберемся где были гарантии что снаряды не продолжат лететь регистратуру нашу просто подбрасывала в воздух в туалетах на первом этаже их окна окна выходит на лицевую часть здания где падали снаряды повырывала унитазы это просто счастливая случайность что на тот момент в туалетах не было людей хотя казалось бы там всегда кто-то из посетителей есть также как и возле лифта помню как мы сразу после взрыва в коридор выскочили а там из шахты лифта валит дым искры то есть у нас просто был путь отрезан спускаться с четвертого этажа некуда лестницы все завалены лифт дымится мы спускались не помню себя по этим стеклам по выбитым рамам я стала была спускаться а потом подумала что у меня в кабинете осталась коробка с перевязочными материалами со средствами оказания первой помощи и я вернулась за этой коробкой в шоке была в подвал спустились там вой стоит люди в крови обратите внимание на фотографию внимательно посмотрите из числа наших сотрудников серьезно пострадало пятеро и еще одной нашей сотрудницы сильно пострадали дети дочь и зять они незадолго до взрыва пришли на прием со своим месячным ребенком поставили машину перед центральным входом молодая мама сидела с ребенком в машине а ее муж стоял возле машины разговаривал по мобильному телефону и в этот момент летят осколки хлопца сильно ударила в руку но у него были большие часы на руке если бы не они руки бы не было вообще а так руку сильно ранило поставили ему потом искусственный сустав а девушки осколок прошив дверь машины разорвал ногу вырвал икроножную мышцу если бы он прошел чуть выше попал бы и в ребенка наша сотрудница в это время находилась в подвале и вот она понимает что в эпицентре взрыва ее родные она криком кричит там мои дети и в этот момент ей дозваниваются медики и говорят что их везут по скорой причем без подробностей пока она дождалась подробностей чуть с ума не сошла естественно ей пришлось взять декретный отпуск потому что за месячным ребенком нужно было ухаживать а дети оба инвалиды много месяцев по больницам девочка пострадавшая семьдесят сорока пяти килограммов веса там по хорошему надо было делать пересадку тканей на ноге но не смогли нет жирового запаса худюсенькая девочку жаль очень еще 30 лет нет хоть с палочкой нога изуродована юбку уже не наденешь только в брюках стилистика и пунктуация автора сохранена ирина о старшая медсестра городской поликлиники номер 27 город донецк в проекте как я встретил начала войны каждый житель донбасса может рассказать как именно изменила война его жизнь что произошло в его судьбе с началом боевых действий в донбассе необходимо чтобы весь мир узнал о тех тревожных днях 2014 года когда началась гражданская война вы можете отправить свою историю на на почту адрес все письма можно прочесть здесь клик переход во время обстрела больницы в донецке осколок прошил машину и ногу мамы и чуть не попал в младенца